Моя история из жизни кому-то может показаться нелепой или придуманной, но случилась она этим летом. А началось всё с того, что моя сестрёнка решила купить себе дачу. С какого перепуга эта мысль пришла ей в голову, не знаю, но меня поставили перед фактом. Ситуация осложнялась тем, что Иришка осталась без мужа уже давно, так что всю хозяйственную работу она как-то незаметно переложила на мои широкие плечи. В принципе, мне было несложно, тем более, что жена у меня ушла лет десять назад, а сын уехал учиться в другой город, там и остался жить. Огородом не пользовались довольно давно, поэтому пришлось повозиться, чтобы привести его в божеский вид. На помощь мне сестрёнка отрядила свою дочку Настю. Та должна была работать подсобным рабочим, принося, подавая и восхищённо кивая головой. Правда, Настёна выросла довольно капризной девицей. Мама избаловала её до невозможности, видимо, из-за отсутствия отца. Ну то есть девчонка выросла нормальной, она не хамела, не пила, нормально училась, но если что-то приходило в её хорошенькую головку, то выбить это оттуда не получалось никаким образом. К этому моменту Настюша уже закончила первый курс института и была совершенно свободным человеком до середины августа. Я взял на работе отпуск, и мы отправились покорять соляну. Я должен был восстановить дом и сарай, племяшку сделали ответственной за удаление сорняков и посадки. Хотя что там можно вырастить в конце июня? Ириша навещала нас по выходным, восторгаясь проделанной работой. В общем, вся семья была при деле. Нам повезло, погода стояла хорошая. Неподалёку находилась деревня с магазинчиком, где можно было запастись всем необходимым для жизни на открытом воздухе. Соседи приезжали нечасто, так что иногда мне казалось, что мы попали в параллельную вселенную, где из людей остались только мы вдвоём. Постепенно темп работы снижался, мы все больше времени тратили на прогулки до сельпо или поход на местный пляж, катание на велосипедах по окрестностям, посиделкам на веранде, остро пахнущей свежим деревом. Удивительно, но современное поколение в настином лице оказалось довольно спортивным, девушка прекрасно плавала, с удовольствием бегала по утрам. Я невольно стал всё больше внимания обращать на её стройную фигуру, с яркими шортиками, футболками и купальником она выглядела словно райская птичка. Девушка ещё больше постройнела, покрылась золотистым загаром. В тот вечер мы решили поиграть в карты. Сначала не везло мне, я успел расстаться с носками, ботинками и рубашкой. Я уже подумывал прекратить это мероприятие, как судьба повернулась ко мне лицом. Вскоре моя соседка оказалась в одном из подним. К тому времени мы уговорили бутылку местной беленькой, так что мозги у нас функционировали довольно плохо. Все же я понимал, что игру пора заканчивать, но Настя настояла на последней партии, ей очень хотелось выиграть. Но не получилось, и я торжественно положил на её плечи погоны. Девчушка нахмурилась, потом одним движением сняла с себя верхнюю часть комплекта. Я открыл рот от изумления. Что со мной произошло? Я как завороженный уставился на неё, чувствуя, как по телу поднимается ослепительный жар. И это было ещё не всё, что пришло в движение. Настя, видимо, прочитала всё по моему лицу. Однако она не ушла и не спряталась в полотенце, а требовательно прошептала «Поцелуй меня». Я приблизился, взялся руками за тоненькую талию. Последнее, что я отчётливо помню, это то, как мы упали на диван.